Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил Российское самолетостроение. Его избрали главой Совета директоров ОАК. Последние годы после амнистии Сердюков работал на различных постах в авиационной промышленности. Анатолий Сердюков возглавил Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Экс-министр обороны, который последние 4 года был индустриальным директором Ростеха, курирующим авиацию, сменил на посту председателя ОАК, министра промышленности и торговли России Дениса Мантрова. В данный момент ОАК находится в процессе передачи Ростеху, который планируется завершить в следующем году. Задача Ростеха и обновленного менеджмента – решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, сообщили в Ростехе. Чем поможет Сердюков, Объединенной авиастроительной корпорации? Говорит член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник. Это, вообще-то, хороший топ-менеджер. Он много интересного чего сделал в оборонке, поэтому здесь двоякое положение. ОАК – это такая организация, которая очень много разграбила бюджетных денег при строительстве Суперджета. Ну, одни источники говорят, что 7 миллиардов долларов, другие чуть меньше. За эти деньги можно было запустить все эти проекты, которые уже были в России. И, допустим, Ту-24СН, Ту-330 на 100 мест. Ну, и другие машины можно было реанимировать. Як-42, там снова двигатель, новая ионика. И мы продолжали бы работать еще лет 15-20, пока бы не сделали нормальный хороший самолет. Поэтому про Сердюкова я бы воздержался от нелестных комментариев, потому что все, что не нужно было в оборонке, они вместе с Василием успешно продали. И деньги-то не по карманам расставали, как многие думают. При помощи Сердюкова мы проплатили КБ, восстановили конструкторские бюро, несколько заводов было восстановлено, не очень популярных, так сказать, в народе. Будем говорить про секретность. И если там в Аке такой рассадник был, то он как раз вот такой человек, как Сердюков, он там наведет порядок. Поэтому у него непростая задача стоит. Ему, во-первых, нужно разобраться, пригласить технарей, которые сделают свое заключение. Он же сам-то не конструктор и не летчик, но он хватает все с полузглядов, с полуслова. Поэтому я думаю, что очень интересное назначение. Очень. Юрий Сытник, член комиссии предпрезидент России по вопросам развития авиации общего назначения. Но гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что Сердюков на посту главы Совета директоров ОАГ будет выполнять исключительно номинальные функции. У нас Советы директоров никакой роли не играют. Это чаще всего какие-то чиновники или крупные фигуры государственные. Но Советы директоров в России, особенно в государственных компаниях, к сожалению, не превратились в какой-то серьезный институт, который действительно определяет стратегию развития, который действительно определяет судьбу членов правления, логику развития компании. Поэтому я думаю, что это традиционная история про то, что пристроили человека, о котором не забыли. Вот посмотрите, скажем, судьбу многих министров, которым год назад не нашлось места в правительстве, куда у нас отправляют обычно на почетную пенсию. Есть разные мнения о деятельности Сердюков, в том числе и то, что, несмотря на то, что там действительно были довольно такие крутые истории с коррупционным следом и прочее, Тем не менее, есть такая точка зрения, что Сердюков взял на себя ряд неприятнейших функций, которые были необходимы по расчистке армии, старых консервативных элементов и сокращению ненужных для нее вещей. А потом, когда это уже вызвало днев сокращенного, кстати, руководства армии, появился бравый генерал, ситуация поменялась, и все имиджевые пряники достались Шойгу. А Сердюков воспринимался как вот такой нехороший человек, который все порушил. На самом деле, русал он то, что нужно было русать. Поэтому я лично считаю, что Сердюков все-таки сделал ряд полезных вещей и выполнил те задачи, которые перед ним ставились. Но другое дело, что не сбежал соблазна. К сожалению, в российской власти мало кто этих соблазнов избегает. Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. В Совете директоров УАК, в том числе в Совет директоров, входит президент Фонда содействия инвестиций имени Попова Евгения Юрченко, председатель научно-технического совета Ростеха Юрий Коптев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, замминистра транспорта Александр Юрчик, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров и президент УАК Юрий Слюсарь. Продолжение следует...